Музыкант-мультиинструменталист Юрий Медяник представил в музее-заповеднике Горки-Ленинске программу «Вивальди. Времена танго». Проект в жанре кроссовер, музыкальный стиль, в котором смешиваются различные направления. В данном случае классика и танго. Причем партитура, взятого за основу цикла «Времена года» Антонио Вивальди, сохранена практически полностью. Это сухой расчет, потому что музыка Антонио Вивальди, в частности цикл «Времена года», на данный момент это самая записываемая и самая часто исполняемая музыка по обе стороны океана, и в Америке, и в Европе до сих пор. Кто бы мог подумать, но статистика гласит именно об этом. Чаще всего записывается, чаще всего исполняется. Если бы Антонио Вивальди до сих пор жил, я думаю, что он бы был мультимиллиардером. По словам автора кроссовер-проекта, задача музыкантов – создать иллюзию, будто великий итальянский композитор просто не мог написать по-другому, кроме как в стиле танго. А еще показать, что музыка Вивальди настолько самодостаточна, что ее прочтение возможно в разных вариантах. Квартет из баяна, скрипки, гитары и контрабаса создавал единство изысканного барокко и эмоционального танго, удивляя собравшихся в зале. Впечатления очень такие необыкновенные, вот такой состав, такие инструменты неожиданные. Юрий Медяник мне знаком как очень профессиональный, необыкновенный музыкант. Он выступает в концертном зале Чайковского, в Доме музыки, в Большом зале консерватории. Но, конечно, идя сюда, я волновалась. Была очень интересная афиша, и вот то, что мы послушали, представлена очень интересная работа. За последний год музей-заповедник Горки-Ленинский стал настоящим центром культурного притяжения. Здесь проходят актуальные выставки, спектакли и концерты. В дальнейшем мы предполагаем еще предлагать такие лучшие образцы произведений, которые исполняют лучшие исполнители, которые живут, работают в нашей стране. Руководство музея обещает, что продолжит культурно-просветительскую деятельность. И впереди посетители ожидают много интересного. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.